Даете ли Вы право на запись этого интервью и публикацию? Да. Даете. Как Вас зовут? Калинин Александр Юрьевич. Год рождения? 28.08.1995 год. Где родились? Родился в село Туруханск, Туруханского района Красноярского края. А фактически проживаете где? Фактически проживаю в Московской области, город Нарафаминск, улица Пешхонова, дом 1, квартира 95. Отлично. Был вопрос? Что они здесь делают из Нарафаминска, четко, у меня в Ютубе, потому что Вы уже не первый из Нарафаминска. Вот что Вы здесь делаете из Нарафаминска? Я прошу прощения, дозвонились в вашей... Напомни потом, Яр. Алло. 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 Алло, Юль, слышишь? Да. Это я, Саша. Да, родная, привет, Катка. Привет. Да ничего, все хорошо. У Вас как дела? Все хорошо, Солнышко. Как ты мне звонишь? Все хорошо у тебя? Да, все нормально. Солнце, что там у тебя с беременностью? Родненький, все хорошо. Я на четвертом месяце все хорошо будет. Кто будет? Все хорошо. А кто будет? А, пол не знаешь? Не знаю. Как-то ясно. Я же тебя, чтобы вместе узнать. Ладно. А мама где? Я сейчас дома, мама, это, еще вот в этом доме, мама дома тоже. Ага, ладно, все понятно, все. Понятно. Что там вообще? Двухлина? Да, что там у вас творится вообще в России? Все так же. Ладно. Этот... Все активно делают, работают над обменом. Держим другим и прочим. Все хорошо. Все делается. Да я понял. В воинской части что говорят-то вообще? Что жив я или как? Что вообще? В каком статусе имеется? В каком статусе, да. Да, то, что ты числишься в списке кленов. Да. То, что ты числишься в списке кленов, что... Скоро будут разговаривать об обмене на вас человека. Могу спросить за другую жену? Конечно, правда. А этот... А с тобой Анастасия Гречко не связывалась? Кто? Анастасия Гречко, Гречко. Не связывалась с тобой Анастасия Гречко? Нет, а кто это? Она связывалась с Людмилой Денисовой. А, Людмила Денисовна это с Верховной Рады. Да, 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 это с Верховной Рады, да. А? Да, 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 я знаю, знаю, что она связывалась. Уполномоченная по правам человека. Уполномоченная, да, по правам человека она связывалась. Этот... Найдитесь, найдитесь с этой женой, со мной здесь... Со мной здесь один тоже в плену есть. Вот Анастасия Гречко, найди ее. С ней будьте на связи, чтобы вы вдвоем... А, это какой-то хрень тоже в Речко? Да. Да, да, да. Вот смотрите, канал называется «Ищи своих». Ага, вот видео в телеграм... Подожди, подожди, тихо. Видео в телеграм-канале есть «Ищи своих» называется. Только туда можно оставить заявку и свой номер телефона, чтобы ему перезвонила эта Речко. Чтобы он к ней перезвонил. Поняла? Я плохо слышу на фоне, что говорят. Я понимаю, что Крючко у Анастасии на связи. Да, да, да. Она какой-то там у него этот тренер по... Ну, какой-то фитнес-тренер, короче. Короче, с ней свяжись. Вот, она тоже на связи. Она тоже знает, что она должна тебя найти, чтобы вы вместе на связи были друг с другом. Поняла? Вот. И в телеграме найди канал. В телеграме найди канал «Ищи своих». Вот там вот можно найти и меня, и всех остальных. И связаться с Анастасией Гречко там тоже можно. Не с ней, а она может там же я поставить. Да, 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 нас всех записывают. Да, здесь, ну, чтобы знали, что мы живы. Ну, не только, чтобы знали, что живы, а от этого, чтобы знали. Поняла, хорошо, хорошо. Можно вот это хотя бы озвучить? Так, кто, что говорят в России, кто виноват в происходящем в Украине? Ну, тебе скажи, то, что говорят по новостям? Нет, то, что тут, ну, это она. Ну, то, что ты думаешь, то, что по новостям говорят, да, вообще. Ну, Сашенька, ну, ты знаешь, сейчас политики вообще далека. Ну, я не знаю, кто. Я понимаю только то, что война-то никому не нужна, что Корея прекратилась бы это все, что русский народ против войны. А что они сделали, чтобы остановить войну? А что вы сделали, чтобы меня домой вернуть? А что вы сделали, чтобы войну остановить, что вы сделали? Что ж, у меня же с ребенком на руках, куда я пойду, какие митинги? Беременные. Не, не митинги. А вот когда вы видите... Естественно, мы против войны, мы против войны, просим остановить это, чтобы... Можно вам вопрос один задать? Меня зовут Владимир, я журналист, просто вопрос один задать вам, можно? Хорошо. Он не сложный. Он не сложный. Он не сложный. Вы когда видите буквочку З, вот у вас на машинах рисуют буквочки З, какие у вас ассоциации или эмоции это вызывает? Знаете, вот я ни одной машины не видела еще, чтобы на них какие-то были подобные. Таких машин у нас мало. Ладно, понятно. В общем, что там, что там доченька как в нашей миле? Все хорошо растет, мы очень делаем, что этого можно знать. Это понятно. Мы очень беспокоиться в себе, каждый день спрашивать. Мы все новости смотрим про себя, дивизии сразу там отправляем. Они тоже работают сразу там везде, что сделаем. Ладно, я понял. Все, самое главное, ты на учет встал и все хорошо. Все. Мы тебя очень всем дам, родной. Все. Я люблю вас, Люсилю. Мы тебя тоже очень любим. Давай, целую. Все будет хорошо. Давай, маме пей, давай. Все будет хорошо. Когда это все закончится. Хорошо, родная. Давай, целую. Всё будет хорошо. Что вы можете передать россиянам, которые в Украине уже, и которые идут в Украину? Которых отправляют в Украину? Я хочу передать, чтобы разворачивались все обратно шли, чтобы никого не слушали. Все это не правда, что говорят. Россиянам, остальным, чтобы останавливали, как могли, войну. Насколько я знаю, что нам говорили в прошлый раз, когда допрос был, говорили, что выходили на митинги в Москве, в Питере, там 3000 человек выходили, что сразу их сворачивают. Это правда, но у нас не допрос, вы же понимаете. Я понимаю. То есть вы можете неформально высказывать свои мысли и все они... Да, их сворачивали сразу, знаю, что за распространение информации какой-то там, что здесь происходит, там в России, что 15 или 20 лет дают. Выrafили учиться. Как вы думаете, вот этот вот закон о фейках, как он должен называться, на самом деле? Ну, закон о том, что нельзя называть войну войной, как он на самом деле должен называться? Закон о запрете фейков, а на самом деле это закон о запрете чего? Говорят, что это всё фейки, что мы здесь не правили, что это все неправильно. Как? Закон о запрете говорить правду. Я это так понимаю. Давайте про вашу то, как вы попали вообще в Украину. Про улицу ты спрашиваешь? Да, извините. Где учились имена классных руководителей, однокурсников, одногруппников, одноклассников. Можете назвать в общем, потому что не верят, что это вы и не верят, что вы из Украины. И да, Нарафаминск просто точно писали, что из Нарафаминска в Украине людям делать нечего. Как вы попали вообще из Нарафаминска сюда? На какой вопрос первый ответите? Давайте про Нарафаминск. Ну, в Нарафаминске мы с США поехали на учения, там воинская часть же стоит наша. Каковы номер украинской части? 32 на 10. Так, и куда поехали? На учения в Воронеж. В Воронеж. Как долго ехали в Воронеж? Ну, сама дорога была день там, полтора дня. А, это недалеко. Дальше. Потом все там развернулись, палатки поставили. Я там как обеспеченец кушать готовил. Вы тоже во взводе обеспечения, да, или вроде обеспечения? Нет, я вроде обеспечения. А должность? Командирует. Командирует. А звание ваше? Старший тенант. Старший тенант. Так, дальше что было? Ну, все. Потом месяц постояли там. Потом переместились, ну, также в Воронежскую область, только чуть маленько в другое место. Ну, в лесу все было, я точно не могу сказать где-то было. Там постояли, может где-то, наверное, может где-то неделю вот так. И потом поехали, потом все уехали в Белгород, в Белгородскую область. Я остался со своей ротой, потому что у меня там кухня, там все вот тут. Вот. Мы поехали в конце потом тоже в Белгороде. Ну, в итоге мы переехали тоже в Белгород. Ну, вот 23-го ночи я приехал в Белгород. И все. И пошел, ну, искать там где все наш. Там было очень много, ну, очень много техники там все в этом лесу белгородском. Все. Мне потом сказали, что типа еду как за рулем автомобиля, заправщика. Все. Показали машину, сели, поехали. Тогда вы пересекли? Получается 24-го. Нет, меня другое интересует. Вы что видели и знали, куда вы едете? Ну, как старший ветеран? Ну, догадывался, но конкретно. Карту, мы же сказали только, что маршрут увидели. Ну, да. Вы увидели маршрут? Карту? Ну, нет, не маршрут, а карту. Он сказал, что сказали, куда ехать. Сказали, куда ехать? Ну, не говорили конкретно, что типа вот все, едем туда. Просто, конечно, в плане учения, перемещения там. Ну, как бы все догадывались, что едем за границу. Ну, а вот как вы себе представите? Ну, вы же взрослый человек. Да? Ну, офицер. Офицер. Едете в Украину, на 2-3 дня выдавать пайки. Что же должно было в Украине происходить такое, чтобы вы приехали, выдали на 2-3 дня пайки и уехали обратно? Как вы себе это представляете? С уточнением, вам же помимо бойков еще и оружие было? Ну, боеприпасы, оружие. То есть вы, зная, как офицер, что есть вооруженные силы Украины, едите туда и вы... Ну, да. Ну, понятно. Ну, просто к шоу прям. Как вы себе это представили? Просто по-человечески интересно. Ну, я, конечно, не думал, что так все будет серьезно, на самом деле. А как вы думали, так будет? Ну, да, смешно это, конечно, согласен. Ну, реально. Я согласен. А как вы думали, будет? Честно, даже как-то и не задумывался, как это все будет. Хлеб-соль должны были стоять и встречать вас? Ну, вы же видели это фоточки в веночках, там все стоят, сливал соль. А так вы думали? Нет, так не думал. А как вы думали? Вам удается приказ зайти в это? Я решил, что вы окажете за все время, что вы выжили в военной форме с оружием на территории любом государственном государстве. Вы офицер, вы учились в военном институте. Пять лет вы знаете стратегии, тактики, вы это все проходите. Вы должны это знать. Поэтому нам интересно, как вы себе представляли? Ну, сказали, что-то как типа по плану учений, что заедем туда там. Ну, как бы конкретной задачи, прям такой, что все, вот едем туда-то, не было такого. Что прям конкретно объяснили там маршрут, конкретно объяснили там, в какой город мы едем. Такого не было. Просто сказали, все, едем, все, мы все собрались и поехали. Ну, то есть вы стоите на позиции, да, чтобы мы просто долго не крутились по кругу вот этого всего, что вы ехали, понимали, куда вы едете, но дальше ни о чем не думали, да, то есть едем-едем, как-то так. Ну, грубо говоря, так, да. Сколько колонна такая вошла на нашу территорию? Колонна? Сколько машин и сколько живых в СИН? И через какой блокпост, интересно, если можно? Блокпост, честно, не знаю. Область? Область, через Сумну, вроде бы. Да, вот знаю область. Вот там. Количество техники и живой силы? Людей. Вы как зампотывы должны знать? Нет, я не зампотываю. ТВ. Людей у нас было, ну, там срочники не поехали, поехали только контрактники. Ну, у нас, наверное, было человек, наверное, 400. 400 человек. Это машин, ого, сколько? Да. Это сколько машин? Да, это рядом было. Да, сколько? Охромная, по-моему, просто. Ну, наверное, есть, наверное, 60-70, так. Это живая сила, было по 20-30 человек в машине? Ну, не по 20-30, там, получается же, еще, ну, экипаж. Да. Там сколько? Всего колонна техники с обеспечением, с Уралами, с БМП, вот сколько? 50-100 машин? Ну, где-то около 100, да. Ближе к 100. Много выжило, много погибло. Когда был бой? Да. И что произошло? Бой. Мы заехали, три дня мы там были, боя никакого не было. Потом мы в село Камыши, и там был лес, ну, рядом с селом Камыши. Вот, и, получается, четвертый день моего там нахождения, собрали колонну из пяти машин, там, медицинская машина, и вот, заправщик мой, и еще один заправщик. И все, и с сопровождением двух БМП нас отправили обратно в Россию. И? Все, и машину подорвали. Мы держали лес. А зачем вас отправляли обратно в Россию? Потому что были, у медиков были ранены. А, так боевые действия все-таки шли пока в этом состоянии? Нет, это же уже третий день был. Там, там, получается, вот где мы в лесу стояли, там поставили сигнальные какие-то огни вокруг леса. Ну, и сигнальный огонь загорелся, все, там начали все стрелять туда, где-то загорелся, оказалось, что-то свои были. Свои, своих бассейнерами. Свои, своих бассейнерами. Не, ну это вообще для вас нормально, это даже не подлежит обсуждению, потому что много раз было. Но, как бы, тут другое интересное, вы когда ехали, не думали ни о чем, ну ехали и ехали, а когда вы уже в Украине находили, и когда уже обстрелы, когда уже ранены, вы же уже о чем подумаете, наверное? Да. Три дня уже прошло? Ну, я был рад, что меня отправили обратно. А вы хотели просто, чтобы вас побыстрее отправили, вы типа этой надеждой как бы жили, да, что вы отправили? Ну, порешали. Конечно, мне охота, ну не порешал, конечно, охота была обратно, когда я увидел, что люди умирают. Много ли я видел, сколько было ваших убитых, раненых? А вот в этой медицинской машине ехали три раненых, и один сказали, что он, типа, через 2-3 часа умрет, если мы не успеем доехать. А по мирному населению, ну не по мирному населению, вы, конечно, так скажете, по домам пожилым уже были удары в тот момент? Ну, это просто очень легко отследить по хронологии вашего нахождения по месту вашего нахождения. Да, я понимаю. Мы сначала стояли два дня на дороге, там была стрельба только вверх по этим, как они называются, межпилотникам. По ним стрельба была, ну, больше никакой стрельбы не было. Конечно, потом, когда мы уже ехали, а, мы потом развернулись и вот ехали в эту, ну, в это село Камыши. В этот, туда ехали. Ну, я не знал, конечно, что мы именно конкретно туда ехали. Просто сказали, что все разворачиваемся, уезжаем в другую сторону. И когда вот проезжали через какие-то там села, там, ну, видели, что машины горели, ну, это была наша техника. Как бы, то, что уже мирное население, то, что дома там начали уже бомбить, это я уже узнал, когда мы уже были первый день в военной полиции. Ну, когда уже в плен и попал, когда мы сдались вот в Камышах. Ну, вы не сдались, вы наехали на мир, разница очень большая. Ну, да, нас подбили, мы все убежали в лес, сутки мы в лесу ходили, вышли вот на село и вот увидели мужика и подняли. Сколько у вас человек было? Четыре человека. Вы вчетвером подошли к нашему гражданскому? Да, да, да. И что вы сказали? Мы сказали, все, теперь ничего не хотим делать. Они сказали, все, давайте оружие, мы им сдали оружие, сдали жилеты, шлема. Потом приехала полиция и забрала вас. Инструкция от российского офицера, как правильно и легко сдаться в плен и сохранить себе жизнь, слушайте внимательно. В отличие от товарищей из России, которые не товарищи, у нас когда сдаются, мы не стреляем. Это ваши могут идти с белым флагом и при этом бросать. Да, при этом некоторые сдающиеся, да, выходят с белым флагом, а потом начинают как бы стрелять. Так что нужно тоже относиться аккуратно. Да, извините, перебили вас. Все, у нас забрали потом, я так понял, какой-то спецназ. У нас с 93-го, они сказали, что 93-го. Они нас забрали, отвезли в город, я так понимаю, какой-то там штаб, я не знаю. Потому что мы с закрытыми глазами были. Ну и все, и потом нас привезли в полицейский участок, потом с полицейского участка. Я прошу прощения, дозвонился вашей маме 10-го раза? Ну и стою. Полторы минуты прошли, не больше, потому что мы уже... Алло. Алло. Мама, привет, это я. Привет, друг. Ага. Что, как у вас дела там? Хорошо, как у тебя нет. Я дам. Ну? Да. Родной. Кровиночная. Когда все закончится? Все. Куда закончится проклятая война? Все от нас зависит. Что там, что в России вы говорите? Сынок, мы дробим везде, где только можно. Звоните? Конечно. Из дивизии. Из Министерства оборужения я звонила. Что говорят вообще? Все в дивизии говорят. Сказали, что ты в плену. Сказали, что мы работаем. Один ответ. Кто виновен в том, что происходит? Можете спросить. Мы работаем. Пойдите. Вопрос такой. Кто виновен в том, что сейчас происходит в Украине? Русские пошли же. Скажи, что можно в Телеграме посмотреть. Мам, в Телеграме есть канал «Ищи своих», называется. Найдите этот канал. Туда добавь. Я знаю, сыночек. Я остался. Скажите, что будет видео сегодня-завтра с вами? Будет видео сегодня-завтра. Юле тоже скажи. Ну и вот этот вопрос, он как бы тоже, просто чтобы вы понимали, да, все сложные ситуации. 25-й вопрос. Вы понимаете, что меня могут сейчас убить российской ракетой, как и любого украинца? Все. Да, я все это понимаю. Но это реально так. Что я могу еще сделать? Скажите, что бомбят реально 200 метров час назад. Я знаю. Слышны? Вам слышны удары ракетные российские? Вам слышно. Скажите об этом. Мы тоже ракетные удары российские слышим, артиллерию тоже слышим, как рядом бомбятые. Смотри, я смотрю украинские новости. Вот их и смотри, мамон, понял. Там вся правда. Я их, сынок, я их и смотрю. Все. Все, мой. Живы, здоровы. Может, какой-то есть личный вопрос, мы можем запись остановить. Остановишь запись лично. Все, мамон, я вас люблю очень сильно. Баба, Надя, как у бабушки дела, кстати? Ну, кто же тебя ждет? А отец что, с отцом связывалась ты? Да, отец, где-то он работает в домах. Сынок, если можно, нам приехать за тобой. Да все, я помню. Я готова. Все, хорошо. Давай, мамон, люблю тебя. Ты сейчас будешь долго. Ты не голоден? Нет, все хорошо. Сейчас я буду еще паузу. Да, ну, по сути, если еще что добавить по поводу того, что вы сдали, в принципе, вы попали. Эта история мне уже понятна. Хотел бы спросить, что вы можете передать россиянам или тем, которые уже в Украине? Я имею в виду военных, да? Да, я имею в виду военных, да? Или тем, которых отправляют в Украину? Тем, которых отправляют в Украину, я хотел бы передать, чтобы сюда не шли то, что рассказывают, там, какие-то американцы, там, нацисты. Нет, нет этого. Здесь, в основном, гибнет мирное население. Хотя, не то, к чему мы присягали. Не то это все. Я понимаю, вы испытываете свое личное раскаяние, может быть, какие-то такие человеческие ощущения? Да, я бы хотел извиниться, да. Хотел бы извиниться перед всеми украинским народом, перед Украиной за то, что сейчас происходит. В общем, в том числе, я бы с вами, поехал сам. В общем, в детстве, я бы с вами поехал сам. Всем своим близким, я бы тоже всех повыну. Нет, да, да. Вот это вот интересует, что вы бы не поехали самостоятельно сюда, а что бы вы сделали? Что бы я сделал? Не знаю, но я, наверное, какой-нибудь ролик, наверное, не записал, сказал, ну, сел бы в тюрьму, а что. Окей, хорошо, давайте быстро пройдемся все-таки по вашим местам учебы и именов. Это для российского дела? Они не верят, но они скажут, что вы уже не верят. Что вы можете назвать? Учился я сначала в селе Труханск, номер школы не помню, там одна школа, учителей там тоже не помню, потом переехал я. А одноклассников помните? Хоть каких-то? Одноклассников. Ну, сестра моя училась, Катя Гордеева, потом Костя Зарукин, тоже друг мой. Вот с первого класса мы в садике вместе были. Вот. Потом переехали мы в Кедровый поселок Красноярского края. Там учился в школе номер 71. Там учительница у меня была Евгения Владимировна, фамилия не помню только. Вот. Потом… Называйте конкретно эти школы, как они там, может быть, номер помните или название там. В поселке Горома школа номер 71. Там учился. Дальше, потом переехали в седьмом классе. В седьмой классе я пошел в новую школу номер 143 уже в самом городе Красноярск. Там у меня был классный руководитель Валентина Францевна. К сожалению, тоже фамилию не помню. Вот. Одноклассники. Всех, кого помню назвать или как? Ну, прям не всех. Исчерпываю еще. Ну, хотя бы имен там 3-4-5 имен назовите. Учительницу по истории Олеся Геннадьевна. Вот. Наталья Александровна, учительница по математике. Одноклассники у меня были. Друг мой был с детства. Дима Браун, Витя Пендеров, Никита Вирт. Я думаю достаточно. Да, я думаю достаточно этого всего. Ну и так, здесь это длинная получилась беседа. К нам какие-то замечания есть? Я вообще обычно спрашиваю после записи. Есть ли к нам какие-то претензии? Ну, раз ты уже спрашиваешь, тоже спрашиваешь. Нет никаких претензий. Нет претензий к нам. Спасибо.